Привет! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! здравствуйте здравствуйте привет 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 солнышко нас радует птички нас радует ну-ка слушай птичек вот она наша утренняя медитация вижу утренние на улице так прохладненько бодренько и солнышко это такое чудо это заставляет держаться в тонусе привет 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 и в то же время можно раствориться вот в этом солнечном свете и в очередной раз почувствовать себя едиными да вот этим замечательным миром который над нами под нами вокруг нас каждую сторону от нас мои родные я очень рада вас всех видеть сегодня мне точно нужно быть в тонусе и книжку я доканчиваю сегодня выступление у меня сегодня на практикуме у маши озаренок 6 часов я честно говоря не знаю как туда пробиться потому что меня подключали через служебный вход вчера вчера такой у нас замечательный эфир соленой шулины был по поводу любви к себе как это оказывается важно в общем это важно но многое понимаешь когда эту тему прорабатываешь да прохладненько ну что мои родные вот вот мы даже дойдем уже до цифры 30 в количестве участников нашего эфира вот уже 31 это у меня такой знак свой собственный потому что сразу всем эфир прорваться трудно и такое небольшое столпотворение на входе получается и чтобы позволить людям пройти чтобы вовремя присоединиться тем которые приходят вовремя доброе утро доброе утро я даю такой небольшой люфтик в 30 человек давайте обращать внимание прямо сейчас на свое тело садимся для этого на краешек стула ближе к краешку стула чтобы не на спинку опираться здравствуйте здравствуйте ищем вот это вот равновесие до равновесие между пятой точкой равновесия и нашими стопами которые параллельно друг другу стоят птички птички позвоночник прямой макушечка слегка тянет вверх вот так хорошо хорошо ручки свободные лежат на бедрах или ладошкой на ладошку или вот так вот соединены чтоб пальчики до соединялись здравствуйте 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 и вот теперь когда тело заняло правильное положение кстати говоря совершенно не обязательно сидеть кто то слушает нашу медитацию находясь в кроватке. Ну, конечно, сидеть лучше. Тогда больше шансов, что мы не заснем. Но если только в кроватке есть сила ее послушать, так, пожалуйста, в кроватке. У всех разные режимы. Все легли спать вчера в разное время, поэтому мы тут строим, не ходим. Каждый делает так, как ему комфортно. Но даже в кроватке, точно так же, как и сидя, нужно обратить внимание на расслабленность своей челюсти. Насколько она у вас расслаблена, обратите внимание прямо сейчас. Должна быть такая свободная, свободная челюсть. И на расслабленный взгляд. Вот такое странное выражение «расслабленные глаза». Абсолютно бессмысленное с логической точки зрения. Но если сказать «расслабленные глаза», наша бессознательная великолепно понимает, о чем это мы. Так, перепроверяемся. Стопы параллельно друг к другу. Комфортное равновесие между пятой точкой и стопами. Выпрямленный позвоночник. Затылочек слегка вверх. Свободные руки на бедрах. В удобном для них положении. Можно сидеть, можно лежать. Расслабленная челюсть. Расслабленные глаза. Когда у нас расслаблены челюсть и глаза, вы можете почувствовать, как зубы, губы и язык сами заняли то положение, которое они должны занять. А именно, рот слегка приоткрыт, а язык на верхнем небе, над верхними зубами. Тоже расслабленный. Вот так. И вот в этой правильной позе начинаем обращать внимание на то, как мы дышим, на наше дыхание. потому что, как мы дышим, так мы и живем, так и творим свой мир или что-то еще, свое состояние. Давайте обратим внимание, где у нас вдох и выдох в совершенно естественном вашем ритме, который сейчас. Потому что тот ритм, который сейчас, он и есть ваш естественный ритм. потому что ритм своей жизни мы задаем именно здесь и сейчас. Точно так же, как и тональность, точно так же, как и видение будущего, точно так же, как и общий настрой. Поэтому очень важно каждое утро приводить себя в равновесие. Да, мой милый голубь над головой, ты хорошо отъелся у нас на лошадином овсе. Вот так. Следим за своим дыханием, где у нас вдох, где у нас выдох. И называем про себя где у нас вдох, где у нас выдох. Ловим свой естественный ритм. И следуем за своим естественным ритмом. Все, что мы делаем в жизни, важно делать в своем естественном ритме. Хорошо. И теперь, как всегда, мы с вами пойдем по троечкам наших с вами вдох-выдохов. у нас есть первые три вдоха-выдоха, вторые три вдоха-выдоха и третий три вдоха-выдоха. На первые три вдоха-выдоха мы расслабим мышцы. На вторые три вдоха-выдоха мы расслабим свои эмоции. И на третий три вдоха-выдоха мы занырнем в свой мозг глубоко-глубоко. Я буду подсказывать, как это нужно делать. Я сейчас все скажу. Вы просто следуйте за моим голосом. Первые три вдох-выдоха расслабляем мышцы. Или просто проверяем, насколько они уже расслаблены. На выдохе расслабляем мышцы. На выдохе расслабляем мышцы. На выдохе расслабляем мышцы. Все мышцы, кроме тех, которые держат прямым наш позвоночник. Пошла вторая троечка вдох-выдохов. На ней мы расслабляем и отпускаем эмоции. Расслабляем и отпускаем эмоции. Расслабляем и отпускаем эмоции. Расслабляем и отпускаем эмоции. хорошо хорошо а на третьей тройке вдох-выдох мы заныриваем вверх в наш мозг хорошо заныриваем в мозг заныриваем в мозг и заныриваем в мозг и обращаем внимание какое там пространство оно может быть светло а может быть как звездное небо в любом случае там присутствует какая-то освещенность и интересно понять откуда идет этот свет именно в вашем космосе именно в вашем внутреннем безопасном космосе хотя разницы по сути нет где вообще граница и кто ее проводил между внутренним миром и внешним внешний мир каждого из нас он свой он особенный он уникальный у людей он точно так же различается как и у животных мир лошади отличается отличается от мира кошки а мир птицы сильно отличается от мира пчелы хотя обе летают но они видят мир совсем по-разному и мы тоже видим мир совсем по-разному это зависит от того что мы делаем как мы выполняем свое предназначение а мы все равно его выполняем хотим мы этого или не хотим просто каждый раз можно понять окидывая внутренним взором свою жизнь что я нахожусь на определенном этапе своего пути героя на определенном этапе обычная реальность белый кролик за которым хочется или не хочется идти затем страж затем новая реальность и союзники которые отовсюду начинают приходить как бы в награду за то что мы перешли в эту новую реальность а потом появляются драконы с которыми можно взаимодействовать очень разными способами кто-то предпочитает с ними сражаться а кто-то приручить приручить дракона это часть современной мифологии это и аватар это и детские мультфильмы идея приручения своего дракона она в любом случае в нас живет и можно делать это с большим удовольствием тогда дракон становится другом и его энергия переходит в нас но в какой-то момент сил может оказаться совсем мало и это и есть символическая точка смерти кто-то в ней остается а кто-то идет дальше наше время это непростое время потому что у кого-то хватит сил идти дальше а кто-то остановится но когда мы знаем каков дальнейший путь героя в каждом мифе каждого народа мы мы обязательно пойдем дальше говорят что когда нету сил двигаться надо просто лечь в направлении цели а можно в бесконечность вот так и пройдя точку смерти мы обретаем свое сокровище движение мастера или мастерский стиль потом мы работаем чтобы сделать этот подарок окончательно своим а потом мы вместе с ним возвращаемся в свой мир но уже на новом витке спирали тогда наша задача поделиться своим опытом со своей стаей со своим племенем рассказав им свою историю силы когда мы рассказываем историю силы мы этот опыт себе присваиваем произнесенное слово это часть нашей реальности когда охотники возвращались домой через несколько дней каждый ребенок племени знал что с ним произошло что означает каждый из шрамов на его теле которыми он вправе гордиться потому что он все равно сделал то что должен был сделать для себя и для своего племени и вернулся назад чтобы продолжать ему служить и выполнять свою миссию мы сами это та история которую мы о себе рассказываем самим же себе потому что люди которые нас окружают которые нас окружают это тоже часть нашего внутреннего мира и именно поэтому все изменения которые должны и могут происходить идут изнутри и наружу и они идут здесь и сейчас и сейчас здесь и сейчас и сейчас если я здесь здесь значит все хорошо я собираю свой мир гармоничный прекрасный уравновешенный и транслирую его всем остальным и от этого мир их тоже меняется потому что мы знаем что есть зеркальные нейроны и есть волновая природа каждого события каждого предмета каждого предмета и каждого состояния давайте прямо сейчас осознаем эту мощную энергию которая живет в каждом из нас поймем что мы здесь и потянемся 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 понимая что мы кошки 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 и будем готовы достойно красиво прожить сегодняшний день и главное чтобы он был счастливым и делал счастливым весь окружающий мир вот кошки просыпаемся кошки вы где мои хорошие вы где потянулись 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 ручки потянули ножки потянули шейку потянули затылочек потянули спинку потянули нужно хорошо прочувствовать свое тело чтобы отправляться дальше вот они мои хорошие потянулись молодцы 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 мои родные я с вами прощаюсь доброе счастливое утро да спасибо родные я с вами прощаюсь до завтрашнего утра до завтрашней медитации завтра в 8.30 как обычно подтягиваемся подтягиваемся продолжаем подтягиваться это никогда не лишнее потянуться 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 мои хорошие вот спасибо спасибо мои родные спасибо спасибо вот желаю вам прекрасного прекрасного дня спасибо я всегда желаю прекрасного дня, потому что как заложится сегодняшний день, так оно и будет продолжаться дальше. Оно сейчас все разворачивается. Я вас целую. До завтра. До следующего утра медитативного нашего.